Промысловое предприемство Октябрьского района можно перелечить по пальцах одной руки. Завод сухого обесслушанного молока сиротых, бадай, самый великий. Причим, когда мерковать по литбовых показчиках, то ситуация тут вельменья дрянная. У поравнания с 2014-м летость вытворчить ценно-молочной продукции поэлечилася на 8%, масло на 16%, сухого обесслушанного молока у вогули на 18%. Это молоко, даречи, признано в Беларуси продуктом года и заявляется основной экспортной продукцией. Сухое обесжиренное молоко производится нами для поставок в Российскую Федерацию, Казахстан и Украину. И частично небольшими партиями на внутренний рынок. Зусяго с ассоциументу вырабляемой продукции, минавица сухое обесслушанное молоко заявляется отдельным товаром, реализация якого на внешних и внутреннем рынках приносить прибыток. От усяго остатника сегодня по пуль одны страты. Летость, например, объемы продажу поэлечилися, але при этом недалечилися маль 7 млрд рублёв. Причиной вядомы – падение курсов валют у основных краинных партнёров. Старшиня комитета державного контроля в Беларуси Леонид Анфимову переконанны. Это часовые тяжкости. Дело в том, что это не убыточность, которая получилась, с которой сработало это предприятие. Она не отражает объективно реальную ситуацию экономическую на этом предприятии. Именно из-за переоценки курсовых разниц. Все падать до бесконечности не могут. Нащупается определенный дно, от которого пойдут вверх. Я считаю, год-два, когда я говорю, это до того, когда экономика начнет развиваться очень быстрыми темпами и динамично. Светлогорский завод сульфатной белиной целлюлозы – предприемство для Беларуси уникальное. По китайских технологиях и он поводован китайскими специалистами. Об якости выполненных работ повинен свечить в СГТ-надпись на двух мовах. Распросюжение каштонусе у китайской инженерии. Меж тем, миновиды пытания якости выкананных работ стали причиной наведывания предприемства головным контролерам Беларуси. Гэтый объект плановалось увезти в эксплуатацию на прокатцы минулого года, а лет зарабить гэта не отремался. Сегодня готовность завода оценивается в 97%. Завершено изведение вытворчих корпусов, поставлено и смонтировано усе обсталевание. Разом с тем, провести на им пусконаладочная работа немогчима. Прокладенный больше на 100 км китайский электричный кабель не прошел с артификацией в Беларуси, а тому заденечить его нельзя. Поставлена и смонтирована кабельная продукция, не прошедшая сертификацию. Значит, надо будет оперативно тогда нашим энергоснабжающим или сертификационным организациям, которые могут сделать или просертифицировать эту кабельную продукцию, дать оперативное заключение, работоспособна ли она в наших условиях. На думку заказчика, отдельное выяснение в таких умовах заключение додаткового погоднения китайской корпорации, вертание на прицелку китайских специалистов, які уже выехали на родимую, и притяг работ. Вероятно, что такая домовленность будет досягнута. В оселях им разе сегодня китайский бок запылнивая, что до конца этого года завод сульфатной белиной целлюрозы обовязково выйдет на проектную могутность. Олег Сентюров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» Зактябрьского и Светлогорского районов.